Друзья, утро в столице и у нас отличный повод. 30 января пройдут гастроли королевского цирка Гиерадзе. Уникальность циркового шоу нового поколения в его масштабе. Грандиозных авторских декорациях, не имеющих аналогов в мире. Много-много чего интересного. 120 артистов, 2 часа 45 минут идут эти действия. Ни много, ни мало. А обо всем этом мы сейчас узнаем от самого Гиерадзе, заслуженный артист Грузии, легенда современного циркового искусства. Прямо сейчас у нас в прямом эфире. Здравствуйте, Ги. Доброе утро. Доброе утро. Ну как вам утро? Во сколько встает Гиерадзе? Я встаю обычно тоже рано, но не в 5 утра по нашим меркам, потому что в Москве сейчас в 5 утра, мне пришлось встать в 7 утра по уфимскому времени. Но я к этому абсолютно адаптирован, потому что много съемок, много записей, особенно в Уфе, в Уфу, когда мы приехали. Мы так посмотрели, все сидели с директором цирка вашим. Мы здесь, оказывается, были 9 лет тому назад. Да вы что, крайний раз. Тогда еще был коллектив «Пять континентов», может кто-то помнит, там, нас знали, как шоу «Пять континентов». И вот за эти, можно сказать, 10 лет отсутствия нас, пока мы не были на гастролях в Уфе, мы сделали очень большой спектакль, именно спектакль. Это некий синтез, плетение жанров, эстрады, цирка, мюзикла. Самая главная такая фишка здесь, что здесь колоссальное количество животных, здесь 34 вида животных в этом спектакле. Сегодня в Уфу приехало 17 машин. Это состав поезда. Да, да, вот если по габаритам разобраться. Это тонны декораций, которые все уже смонтированы, висят. Вот мы вчера просто закончили прогон репетиции нашей в час ночи. Поспали немножечко и к вам на студию сразу, потому я еще не адаптировался. Счастливые артисты еще спят. Да, артисты еще спят, они сейчас отдохнут и обязательно пойдут вновь на репетицию, они будут генеральный прогон, потому что завтра у нас премьера открытия, мы стартуем здесь, в Уфе. Для нас это очень ответственно, потому что мы именно с этим шоу никогда не были в Уфе. Скажу вам вкратце, что этот спектакль мы выпустили в московском цирке Никулина. Премьера составилась на лучшей площадке нашей столицы. И вообще московская цирка Никулина считается не только Россией, а это лучшая площадка мирового цирка. Признана это. И у Максима Юрьевича состоялся первый дебютный спектакль, который продлился почти 9 месяцев. Мы трижды продлевали гастроли в Москве, совершенно сумасшедшие аншлаги, его посмотрела вся наша творческая элита, министерство и так далее. И этот спектакль решили отправить в тур. И буквально Уфа это третий город в России, который увидит целиком полноценный состав Королевского цирка. В этом спектакле более 130 человек, которые уже все приехали сюда, в Уфу, все мы здесь. И кто нас помнит как 5 континентов, мы на самом деле те 5 континентов, какие есть, потому что под нас очень много других коллективов гастролировало. Как это было когда-то «Ласковый май», вы помните. Юра Шатунов, было 10 Юра Шатуновых. Одновременно здесь. Да, я просто дружу с Разиным, продюсером Юра Шатунова, и я помню ситуацию, когда было 10 коллективов «Ласкового май», я уже не знал, какой настоящий коллектив. Мы на самом деле те 5 континентов, какие мы были, только на фоне, на базе 5 континентов мы создали новый спектакль Королевский цирк, который приехал в полном составе, притом я подчеркну, в полном составе в Уфу, и все артисты здесь. Вы прекрасный гость, вы сможете так долго говорить, что можно даже вопросы задавать. Видеоролик мы хотим показать, вы немножко наверняка поможете, нам прокомментируете. Ноль плюс, это уже радует. Ноль плюс, да, ну это вы понимаете, что это такое, как бы, можно сказать, формальность такая, ноль плюс, я даже эту тенденцию не понимаю. Вот «Московский цирк Никулина», «Открытие нашего спектакля». У нас спектакль сделан в таком неком королевском стиле, это примерно лидо, это молин руш, это такой фэшн цирк, совершенно современное искусство, такое ноу-хау для цирка, непривычное зрелище абсолютно. Если это воздушные гимнасты, вы видите, они там в каких-то воздушных аппаратах в виде люстров, либо чего-либо работают. Вот эти костюмы, которые сейчас вы видите на экране, их 2000 штук, совершенно эксклюзивных авторских костюмов. В России они делались? Они у меня делались, у меня есть свой цех, который шьет именно костюм под маэшоу, и не только под маэшоу они делают костюмы, они делают костюмы нашим известным всяким эстрадным артистам. Балет, который участвует, это совершенно профессиональные артисты эстрадного балета, их 35 человек, именно эти девушки и мальчики, форматные люди, которые отобраны по стилистике, именно по своим внешним данным, по своему формату, только красивые люди на манеже, молодые, вы заметите это сразу, как только придется на спектакль, именно они меняют 2000 костюмов и демонстрируют публике. Невероятно, невероятное шоу. Ну, это всего лишь маленький фрагмент с трехчасового шоу. Вот, допустим, сейчас показывают фрагмент аттракционных, где одновременно участвуют 20 видов животных. Это носухи, дикобразы, зебры, шимпанзе, антилопы, гиббоны, кого там только нет. И одновременно с животными 24 человека балета, потому что аттракцион сделан в стиле афро, и всегда они здесь в стиле афро. У нас участвуют артисты кинейского цирка, вы их видите сейчас на экране. То есть это лучший проект страны, потому что он на самом деле интересен для всех, для зрителя, для детей, для взрослых, для молодежи. Ходят просто те люди, которые никогда в цирк не ходили, которые хотят увидеть какое-то профессиональное шоу. В общем, это большой праздник, который приехал в город. Мы очень рады. Это один из самых первых моих номеров, один из очень красивых номеров, который взял золотую награду на 5-м всемирном фестивале в Москве. Это «Белые ангелы», «Белый пегас». Мы именно этим блоком только что открыли новый питерский цирк, вернее, это первый питерский цирк в Санкт-Петербурге, цирк Ченензелия вместе с Полуниным Вячеславом Ивановичем, с которым мы сделали совместный спектакль «Золушка», где Полунин играл сам главную роль вместе со мной в этом спектакле. Это очень красивый номер с фонтанами, с роялем, с балетными статуэтками. У меня даже в этом номере снималась раз в клипе Настя Волочкова сама. Она, когда посмотрела на спектакль, меня просила сняться в этом номере. Это номер «Аттракцион с тиграми», смешанная группа хищных, животных, 13 хищников на манеже. То, что я сейчас о чем говорю, это подтверждает моему действию на экране. Вы видите, что это не компьютер, этого ничего не нарисовано. Именно все это приехало, эти массовые тонновые декорации, свет, звук, актерский состав, животные. Их, на самом деле, 39 видов. Все это бывшее. Это лучшее шоу страны, признано и Министерством культуры. Мы за это спектакль получили лично от романа Виктюка. Премия «Лучший спектакль года», потому что он вышел на сцену. Это самый креативный сексуальный цирк, который я видел когда-либо в жизни. Мне очень приятно от Виктюка получить, потому что до меня Виктюк, он такой моих, один из самых таких креативных, любимых режиссеров. Ну да. И так получилось, что он мне вручил именно за спектакль года номинацию. Скажите, а вы строгий руководитель? Ведь управлять таким огромным количеством людей, артистов, это... Кнут или пряник? Я не очень люблю говорить по поводу себя, какой я руководитель. Судить, наверное, больше не мне, а моей труппе. У меня в причине работает более 230 человек. Потому что у меня два коллектива. И поймите правильно, когда у тебя работает такой звездный актерский состав, молодой состав, когда один друг другого лучше, это так и есть. Они лучше из лучших отобраны. То, конечно, с ними приходится как бы, ну, вавировать и подходить, и находить к ним общий язык. Но я являюсь до сих пор действующим артистом. Я с 11 лет на Манеже уже 26 лет, несмотря на мой возраст. И понимая актерскую душу, то я могу их найти. То есть я могу с ними найти общий язык и контактировать. Но при этом я могу быть и жестким. У меня все-таки кавказская кровь во мне течет. Но я грузин, у меня отец грузин, мама у меня русская. Я думаю, что я могу быть и таким, и таким. Я могу найти... Я могу сказать одну вещь, что у меня люди работают по 15 лет. У них образовались семьи, дети в коллективе. С 26 детей родилось за 15 лет существования нашего коллектива. И какой руководитель, надо судить по фактам. Если люди работают 15 лет и создаются семьи, а их таких почти 45 человек, значит, есть смысл работать в этом шоу. Это правда. Целая империя. В интернете мы выяснили, что ваши родители не очень-то... Были категорически против цирка. Они были жутко против цирка, потому что папа, это не секрет, это знают все. Он был у меня директором центрального рынка страны, Грузия. Мама была лектором по университету экономики. Это был совершенно такой другой статусный уровень в нашей стране. Люди, которые... Вообще-то я не был в шоке, когда я попал вообще в цирк. Но если против русской мамы еще можно было что-то найти, а вот против... Ой, мама была больше даже против, наверное, чем папа. Да? Да, а потом уже папа... Папа сначала думал, что все шутки, что там у меня коня купил, у меня был конь на ипподроме, я так попал в цирк. Вот. А потом так получилось, что... Когда папа понял, что так, что-то затягивается у меня история с цирком, я бросаю мединститут, куда он мечтал, чтобы я туда попал, а туда попал, и я там был все, за моей жизнью два раза, и то там один раз бежал, один раз зашел. А потому что все время я был в цирке, мне было некогда этим заниматься. Я даже сбегал на гастроли из дома, просто убегал. Ну, у меня много чего было, я прошел такой путь определенный. Потом, когда, конечно, не поняли, что это мое призвание быть артистом цирка. Единственное то, что я не то, что даже жалею, а когда меня многие вспоминают, просто как-то даже не обидно, а такое состояние в душе, что у меня папа был на спектакле один раз, за мои 26 лет работы. Тогда, когда мне выручали звание заслуженного артиста, президент страны, это было в Белиссе, когда у нас были совершенно потрясающие гастроли, которые были организованы еще в Бадри-Патрук-Исшвили. Кто знает его, легендарный грузинский олигарх, который нас пригласил на гастроли, его потом убили в Лондоне. Он нам организовал чартальные рейсы, мы прилетели самолетами, в Белиссе были такие сумасшедшие гастроли, конная милиция, 98 аншлагов и так далее. Тогда мне как раз вручали звание. Вот тогда был папа один раз на спектакле. Больше его не было. Потому что он не любил цирк? Потому что он до сих пор, наверное, как такой кавказский человек, человек, который до сих пор все-таки думал, что его сын пойдет немножко в другую вообще атмосферу, а не в актерскую, тем более в цирковую. Он, наверное, до сих пор, он, конечно, с этим смирился, но я, зная его, я понимаю, что все-таки он бы даже сейчас, был бы, наверное, счастлив, если я сказал, папа, знаешь, что я бросаю цирк и пойду там заниматься какими-то твоими бизнесами, а не за чем-то другим. А где вы берете столько сил? Вот это вот вдохновение. От вас, от зрителя беру столько сил, потому что я объездил уже весь мир, но практически весь мир. Прочее сказать, где я не был, где я был, потому что мы за год меняем 8-9 городов, порой 2-3 страны, а я уже в целке 26 лет. То есть я иногда, вот даже я к вам в Уфу, я прилетел с Израиля, я даже не заехал домой в Москву и прямо в Шереметьево пересел в самолет и прилетел в Уфу. И так у меня всегда часто происходят какие-то страны, города. Я порой иногда выхожу с самолет и не понимаю, где я кунулся вообще. Когда меня уже привозят уже в отель, тогда я немножко понимаю, или когда просыпаюсь, я там понимаю, где я нахожусь вообще. Потому что у меня помимо этого коллектива еще два коллектива. Один у меня в Европе на гастролях, один у меня сейчас в Туе. Сейчас они находятся в Красноярске тоже гастроли, завтра у них начинаются шоу Баронеты. Вот. И мне приходится мотаться по разным коллективам. Вот так. Сколько существует проект один, допустим, Королевский цирк? Королевскому цирку ровно 15 лет исполнилось 20 января. С великим продюсером Геннадий Горченко и с Барикой Мичем Лебасовым ровно 15 лет тому назад мы выпустили этот спектакль. Именно такой синтез, эстрада цирка музыка. Почему он такой стилистики и остался. Тогда мы работали все в Московском театре «Темп». Еще у Эдуарда Смольного, если вы помните, это был такой легендарный человек, который делал огромные дворцы спорта, стадионы «Лужники» в Москве, еще в то время и так далее. Мы работали по стадионам, по дворцам, с группой «На-на» еще и так далее. Еще мы делали такие корючки, которые никто никогда в цирке не делал. Мы первые попробовали сделать в цирке, ну помимо того, что вы помните, что раньше был такой проект, когда Валерий Акович Леонтьев еще участвовал в цирке, это был такой новогодний аттракцион с участием имени Лякиева, когда звезды участвовали, был номер акций лковых. Но после этого мы попробовали. Первые именно в манеже создать. Мы поняли, что это актуально, это нужно зрителю. И мы по этому пути пошли, и мы в корне отречаемся от всех цирков. Мы даже себя не считаем просто цирком. Мы такой, именно спектакль, это именно спектакль. Синтез направления. Да, это именно такой синтез, плетение жанров, эстрады, цирка, мюзикла. У нас сцена, у нас три яруса, у нас выстроен замок, декорации, лестницы выдвижные опускаются, как в московском цирке, потому что ни в одном цирке России нет выдвигающих. И лестницы, как вы, если были в Москве, вы знаете, у нас есть лестница, которая опускается со сцены в Манеж. И мы сделали такую конструкцию в виде замка, где я вмонтировал эту лестницу, у меня валет спускается по лестницам, как это принято в лучшем цирке стране. Это очень красиво. Это все уже в Уфе. Я уверен, что зрители, которые сейчас нас слушали, они уже... У нас была большая пресс-конференция в Уфе, было куча журналистов. Поедут. Да, это было буквально вчера, мы были у вашего известного ведущего, с которой, как раз, мы давно знакомы у Женечки Машко, да? Машко, да. Машко, да. А, как раз, мы ее давно знаем, мы вчера нашли куча знакомых. Настя Волочкова, это наша общая подруга и так далее. Вот. Мы были очень при этом сегодня с Женей побеседовать. И они были все у меня в цирке, на моей пресс-конференции. Видели все за кулисами, видели всех артистов. У меня даже, мы даже смеемся, у нас животные даже стоят возле кабинета директора. Есть гардеробная, а где стоят попугаи, потому что негде размещать. Не так много времени нашим телезрителям какое-то пожелание, приглашение. Я очень счастлив, правда, счастлив, что, не смотря на меня, что я сейчас, может быть, такой уставший или там встал с утра, не выспавший, в кепочке, сижу так на камеру, что-то говорю. Я просто очень много работаю над тем, чтобы завтра состоялся грандиозный спектакль, чтобы был такой праздник в вашем городе, куда мы приехали. Мы ехали очень долго, тем более в этот зимний период. Мне очень хочется всех вас пригласить к нам на шоу ваш замечательный Уфимский цирк, а мы со своей стороны вам гарантируем показать лучшее шоу в стране в том формате, в каком он есть на самом деле. Спасибо вам. Друзья, ни в коем случае не пропускайте. Все немедленно в цирк, и мы обязательно с Леной и всей телекомпанией пойдем туда. Не переключайтесь, это утро в столице. Мы скоро вернемся. Субтитры создавал DimaTorzok